Особое мнение на 101FM Через форум анонсов можно задавать вопросы гостю студии Ну и там же на нашем сайте появляется к вечеру сегодняшнего дня Аудио и видео трансляция, запись нашей беседы с Владимиром Журавлевым И надеюсь, что завтра, может быть, послезавтра появится расшифровка Такая наша новая функция для тех, кто не любит слушать, а любит читать Пожалуйста, заходите и пользуйтесь, все для вас Ну, давайте с последних событий, прямо сегодняшних Владимир Вениаминович, начнем Да, история, которая изначально была опубликована на портале Ньюслер И уже подтверждена Следственным комитетом Возбуждено уголовное дело в отношении директора электронной проездной Компании электронной проездной И в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения В виде заключения под стражу Речь идет об Анатолии Ганьбе Директоре предприятия электронной проездной И главном инженере муниципального бюджетного учреждения Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта ЦДС, проще говоря Знаете ли вы подробности какие-то? Конечно, еще вопрос о создании этого предприятия и этого электронного проездного Он формировался еще в 2012-2013 году, когда я был депутатом пятого созыва Я был крайне против, не понимал структуру, считал, что Вообще, вы знаете, у нас в предыдущие 5-6-7 лет, даже 10 лет Из муниципальных предприятий совершенно вот из таких, да, превратили некоторые отдельные лица Физические, да, в бизнес Не, подождите, вот давайте сначала проясним, почему вы были против Потому что вроде бы, вроде бы, ну вот мне как обывателю кажется, что мир на месте не стоит И действительно все у нас цифровизуется, да У нас появились умные остановки ЦДС за это отвечала У нас появилась возможность бесконтактной оплаты проезда Недавно, да, вот можно уже банковскими карточками оплачивать Там были какие-то идеи, прожекты, вплоть до того, что колечком каким-то можно даже оплачивать проезд Даже карточку с собой можно не носить Нет, вы знаете, я просто поясню идею Да, почему вы были против? Во-первых, зачем рождать велосипед? Так С чем я говорю? Об информационных вот этих цифровых технологиях Нужно было заключить договор с любым банком С Хлынов банком, Сбербанк предлагал какие-то картины У нас за, вот смотрите, от 22 рублей стоимости И так она очень высокая Примерно 80-60 копеек забирал электронный проездной Например, были такие системы Зачем оплата в школах шла через эту систему? Нужно было договариваться с каким-то банком То есть это было бы дешевле Мало того, я думаю, что это было бы возможно даже и бесплатно Потому что банк, в отличие от муниципального предприятия Заинтересован в том, чтобы деньги проходили И накапливались на его расчетных счетах Ну, на текущих счетах, да? И мы могли бы для клиента бы И это было бы, условно говоря, бесплатная услуга Это первое Экономически нецелесообразно То есть вам кажется, это такая лишняя прослойка? Я правильно понимаю? Ну, вот смотрите, вот я-то знаю Как раз был одним из инициаторов того, чтобы здесь было уголовное дело Мы с моим коллегой, коллегой Денисом Ерохиным Депутатом 6-го СССР как раз Сразу заострили внимание в этом Попросили Елену Васильевну и депутатов Счетную палату туда направить И все это выявилось Понимаете? То есть откровенно И вот это сейчас должно, конечно, следствие Я не хочу опережать результатов следствия Но там четко просматриваться такая вещь, что С муниципального предприятия деньги уводились на частные фирмы И, ну, там, обналичивались Или как бы уходили в сторону тех директоров, главных инженеров Поэтому вот фигуранты этого уголовного дела Я считаю, как раз и будут люди Которые из муниципального предприятия выводили деньги и пользовались Пока-то фигурант только один Ну, мы понимаем, что господин Ганнибан был главным инженером в ЦДС, да? А директором был там Рыболовлев, да? И это формально Электронный проездной Это как раз, знаете, вот Муниципальное предприятие, условно говоря Кем было ЦДС Оно выполняло социальную норму Это как бы прикрытие А на электронный проездной Это была, пусть это и дочка ЦДС Но это была ООШка Понимаете? Это было частное предприятие, не бюджетное Да, да И с этого было просто легко там сбросить Тем более мы там знаем И вот это дальше видно из отчета счетной палаты Что там и проводились и конкурсы, и аукционы В общем, там коррупция просто расцвела красным маком Понимаете? Поэтому Так, вот давайте Вы прогнозируете, что будут еще какие-то задержания И какие-то меры предприняты в отношении еще кого-то Из руководителей предприятий? Я хочу сказать, что почти все муниципальные предприятия Директора их Их можно привлекать к уголовной ответственности Вот конкретно Вот ЦДС и электронный проездной Ну, вот ЦДС, электронный проездной Или будет один фигурант? Нет, я думаю, что будет как минимум два А может быть еще будет один депутат, который сейчас является Их коллега, отец Который относился, условно говоря, с этой идеей И который был первым директором А потом ушел на ленинскую компанию управляющую Имя мы можем назвать? Ну, видите, пока мы не имеем Хорошо, каждый самый депутат, который ушел на ленинскую компанию Да, да, да Потом себе парашют выписал То есть там тоже есть куча вопросов к этому Я думаю, по ленинской управляющей будет уголовка И по АТП идет Я думаю, что она будет не одна Там еще после счетной палаты вырисовывается такая картина Слушайте, ну все Просто это вот как кто-то сказал По-моему, как раз коллега Ерохин Денис Что у нас вся была система, вся администрация коррупции просла Я полностью поддерживаю Вы знаете, ну это просто вот наглость А человек, который это все прикрывал А который об этом все знал Я про ЦДС и про электронный проездной господин Быков знал лично У меня сейчас претензии к нему Вот Так что вот тут все вырисуется И по парку победы все двигается и идет Посмотрим То есть не последний уголовный дел Я думаю, что это связано на все вещи По крайней мере, господин Быков был в курсе всего Потому что я ему задавал вопросы на этом Он сказал, что там все нормально Ну, посмотрим Владимир Журавлев, депутат Городской думы в нашей студии Есть у нас еще три минуты Давайте все-таки вот мы перейдем к этой теме То есть вам кажется, что вот это вот движение Такое, связанное с уголовными делами Началось после смены руководства города, да? Ну вот мы знаем, что Связываете вы эти две вещи? Однозначно Однозначно И глава администрации, бывший То есть мы говорим Началось с парка победы И с несостоявшегося инвестиционного конкурса Потому как отправить в плавание В частную Притом фактически без денег На тех условиях Это центральный рынок Который прокуратура остановила А вот парк победы прокуратура не остановила А до этого Хотя пыталась Пыталась А до этого детский сад прокуратуры области Тоже пыталась Когда землю вывели Еще при бывшем заме Господин Преснецов подписал Понимаете, у нас под детский сад Земля в районе гринхауса Вот это, да, чижей Была выделена А частные строительные компании Мы это изымаем Частная строительная компания Вместо детского сада Строит на этой земле Еще один дом Дом, да Мало того, потом Когда весь шум, бор Шум как бы Вот этот начался А мы сейчас знаем Детских садов не хватает Как раз в этом районе Их тоже не хватает Мне кажется, что в районе Гринхауса Не так остро стоит проблема Там еще есть свободная земля В отличие от центра города Нет, если учесть Там с другой стороны Вот с другой стороны Все эти дома Там тоже детскими садами Есть вопросы Там большая плотность жителей И молодые семьи Из центра города Сюда проще привезти В этот детский сад А с чистых прудов Можно привезти Это рядом А в чистых прудах Не хватает Да не очень это рядом Владимир Вениаминович Если только пешком Через железную дорогу Я вам скажу А если чистых прудов Дают в Каминтерне Или в Ганино Я понимаю Это смешнее По крайней мере Здесь неудобно по маршрутам С одной стороны Но с другой стороны Это по крайней мере Мы понимаем Что району Гринхауса Тоже нужны детские сады Застройка там плотная Массовая И много молодых семей Как мне кажется Так То есть власти Сменившиеся Начали более внимательно Подходить к вопросу Каких-то вот Таких Околокоррупционных вещей Вам кажется Во-первых И Васильев И Шульгин И губернатор И глава администрации Конечно же Елена Васильевна Ковалева Ну Елена Васильевна Ковалева Они сначала осторожно Очень внимательно Там относились К нашим выступлениям Там еще ряд депутатов Которые занимают Такую Ну Гражданскую позицию И говорят Что ребята Ну доколе мы будем Когда будем разбираться с этим Тем более мы контролеры Нас народ выбрал И так далее Вот Но сейчас Они в принципе поддерживают Единственное что Понимаете Вот это Желание любого человека Не связаться с грязью То есть Они же тоже Глава администрации Губернатор Зачем поливать грязью Другое А вдруг И нас потом будут поливать То есть Ну правильный такой С одной стороны Человеческий Психологический Мне понятный фактор Мне кажется Это кодекс корпоративной этики Уже работать начинает Хотите скажу Ну когда это Попахивает уголовными делами Я хочу сказать Ребята Политика такая вещь Вы губернатор Это высшая в регионе Политическая должность Глава города Это вторая И глава администрации Вы должны Разгрести Авгивая конюшни Понимаете Если вы хотите Остаться чистенькими И хорошенькими Ну тогда уйдите С постов честно Но эта работа не такая Поэтому иначе Не будет движения Вы поймите Вот этот груз Он держит И в политике Вот эти вещи Вот необходимо Ну наверное Неплохо бы И губернатору И Шульгину Илье Вячеславовичу Ну немножко Хотя бы курс какой-то Вот политологии Потому что там все И теория государства И права управления То есть Как оно должно функционировать Как это Может быть были Некоторые бы вещи Более правильные То есть мне кажется Их вот так вот бросили В полымя Что одного Из Москвы Что другого Потом отсюда Из правительства С ЖКХ Сюда на эту сферу Я вижу Откровенно Им не хватает Инструментария в управлении Я говорю это открыто Потому что Я в течение Достаточно долгого времени Вел Как раз семинары В высших учебных заведениях Теорию управления И для меня это понятно Я вижу эти ошибки И не хватает Практических шагов Если мне скажут Ну дайте мне Владимир Ильич Не критикуйте нас Дайте вот как мне В последний раз сказал В общем вы знаниями Готовы поделиться Да я готов Так если люди Которые спецстристы Пройдите курс Пусть вам разжуют Или окружитесь людьми Которые это знают Владимир Журавлев Депутат городской думы Мы вернемся После небольшой паузы И в общем Про Авгиеву и Конюшню Очень хорошо Мы поговорим про это Программа Особое мнение Продолжается в гостях В нашей студии Владимир Журавлев Депутат Кировской Городской думы Давайте про разгребание Мусора поговорим Но вот уже В таком Не гипотетическом Смысле И не теоретическом И не политическом Даже А давайте В хозяйственном Смысле Да А то что происходит В нашем городе В последние месяцы Там на моей памяти Это примерно Где-то с мая началось Вот так Достаточно Тяжело И уже видно Там прямо Невооруженным глазом Это коллапс Возле мусорных контейнеров Слушайте Совещания по этому вопросу Проходят в администрации города Вот уже месяца два Чуть там Не каждую Каждую неделю Оперативка И еще какие-то совещания И все время Значит управляющим компаниям Пальцем грозят И обещают их лишить лицензии И прочее И прочее А мусорные кучи Не уменьшаются Вчера моя коллега Светлана Занько Выложила фото У себя в фейсбуке Фото Контейнерной площадки Возле въезда В один из корпусов Вятской гуманитарной гимназии Это улица Володарского Перекресток Володарского И между Труда И Розой Люксембург Вот там Собственно это старый центр города Рядом музей Грина Валяются бумаги Завалено значит Все мешками Все эта часть Значит мусора Лежит на проезжей части Мимо едут машины Раздувает все это Ветром Все это мокнет Наверняка бегают крысы И это вот Не единичная картина При этом Власти Городские Разводят руками И говорят Что там Мы же все делаем Мы же вот Тем пригрозили Этим пригрозили Здесь попросили Поставить дополнительные контейнеры И все это Месяцами тянется Рычагов нет? Ну вот смотрите Во-первых Это серьезный вопрос Смотрите Даже коллапс Случился в таком Богатом субъекте Федерации Как Московская область Их притом Несколько там Свалок Которые гадят В Челябинске Там проблема есть В Московской области Там другая история Там некуда вывозить Там с контейнерных площадок Вывозят из Москвы У нас такая же ситуация У нас некуда Проблема основная Это некуда возить В Костино Закончился Все мыслимые И немыслимые До декабря Он работает Вроде Официально Нет Как раз Прокуратура не продлевала Насколько я знаю Разрешение А тот полигон Который еще Предыдущие люди Заворачивали В Осенцах Он просто не подходит По экологическим И территориально Он просто был Выбран неудачно И хочу сказать Понятно Что эта проблема Она досталась нам От предыдущего губернатора Я поясню Владимир Венеменович Проблема сейчас В следующем Проблема даже Не в полигоне Я не слышала Жалоб на то Что у нас Не принимают мусор Я вижу жалобы От жителей О том Что его не вывозят Что уменьшилось Количество контейнеров Что сократилось Количество выездов К этим контейнерам И это в городской Администрации Подтверждает Управляющие компании При этом говорят Что САХ С ними Не заключает договоры САХ Соответственно В сторону управляющих Компаний пеняет Что те с ним Не заключают договоры Вокруг контейнеров Если контейнеры Стали вывозить То вот то Что накопилось Вокруг контейнеров Это теперь никто Не собирает Ну я поясню Смотрите Ситуация была в стране Немножко на загадательном уровне Она Упущена Упущена Да С 1 января 2019 года Я думаю В сфере мусора Будет все настроено Объясню причину Значит САХ Сократил Стал убирать контейнеры И не стал вывозить В нужное количество Раз например Там 3-4 раза Необходимо В неделю вывозить От какого-то дома Огромный дом Да Например 2-3 контейнера Он вывозил например Там 1-2 С чем связано Потому что управляющая компания Оплачила только 1 или 2 раза А нужно 3-4 А я хочу сказать Что управляющая компания Сегодня в тарифе Не предусмотрена Конкретно Цифра на мусор Мы понимаем Это все Это все В данном случае Тарифе на содержание И текущий ремонт Могу критиковать Управляющая компания Но в данном случае Критика невозможна А с 1 января Владимир Вениаминович Так ведь ничего же Не изменилось Ведь у нас и год назад Не было выделен Вывод мусора Отдельной строкой Проблема с мусором Она Вот сколько я помню Последние 5-6 лет Она существует На моей контейнерной площадке Такого ужаса не было И крысы у меня В центре города Не бегали Не бегали Вот смотрите Я считаю Что управляющая компания В таких случаях Должны были проводить Собрания с домами И говорить Ребята Давайте увеличим Как бы Добровольно Это все возможно Добровольно Увеличим Возможность Оплачивать вывоз мусора Где стоит вопрос остро Если 2-3 этих домов Проголосовали бы А если очень активны Я знаю Вот по своему округу Активные ТСЖ Притом это большие Чаще всего дома Они вопросы отрешают Вопроса такого Потому что они сами Сами договариваются О вывозе Нет они просто Погодите Они решают Вот стоит Например Вывоз мусора Столько-то Например Ну там 1000 рублей Предположим 500 рублей Мы вывозим Два раза Ну там 1000 рублей Цены я Цены беру Просто чисто В потолках Для того чтобы Математически Представить Для примера Ребят Давайте сбрасываться Чтобы например 4 раза по 500 Или 4 раза по 1000 рублей И у нас будут вывозить Где эти собрания прошли Там в принципе Более-менее Все в порядке Извините меня САХ не может Вывозить Это бесплатно Потому что бюджет города Ему не финансирует Это извините За сравнение Но это частная компания Подождите Поэтому вот Нужна такая организация Тут как всегда В России страдает На уровне управления И хозяйства Очень много вопросов Стоит Вне урегулированности Вопросов Кто будет платить Раз Если Например у города Денег нет И мы понимаем Что это просто невозможно И нет Это в строке В этом Сейчас Какие-то Стихийно-мусорные Свалки Они часто За бюджетное Средство Мы эти Свалки Как бы Сокращаем Вместо того Чтобы набрать Эти деньги Направить На какие-то Детские сады Школы Еще там На тротуары И так далее То есть мы вынуждены Каким-то образом Перекидывать денежки С 1 января Предположим Каждый гражданин В том числе Младенец Младенец Который производит Большое количество Памперсов Да Памперс Кстати от него Может быть Мусор действительно больше Как коммунальная услуга Например будет Как в других регионах Например Они опередили Федеральное законодательство Понимаете Они это сделали Но я думаю Что на уровне области Это тоже можно было бы Сделать Это в наших полномочиях Но предыдущий губернатор Никита Юрьевич Белых Тащил сюда Пермскую фирму Вятские полигоны Так называемые Это не секрет Это я считаю Коррупционная тоже была схема Кировских всех Отодвинули от мусора Частной компании В том числе и САХ И он меня подтвердит Это кстати мой коллега Михаил Викторович Шихов Их отодвинули Вопрос не решался И так далее И даже Осинцы Почему немножко зависло Этот вопрос Потому что Этот проект тоже Как бы Он не рассматривался Должны были Сегодня решать пермики Потом была посадка Пришел Игорь Владимирович Нашего губернатора Бывшего Пришел Игорь Владимирович У него столько вопросов Свалилось Человек не может Сразу ехать Вопрос Там было Вот сейчас ему предъявляют Кучу вопросов Например с аэрофлотом То есть с Победой Победа перестала летать Потому что не выделили 52 миллиона дотацию Областная Не получили федеральную дотацию И так далее С Победой еще Слава богу вроде Все должно Должно залетать С конца месяца Почти два года прошло Но человек не сразу Я его понимаю А вот с мусором Как раз вопрос Я думаю что с 1 января 2019 года Это вообще не компетенция губернатора Это муниципальные власти Должны заниматься этим Я хочу сказать Что губернатор Отвечает за все Владимир Вениаминович У меня один простой вопрос Я понимаю почему С января 2019 года Не будет проблем Потому что каждый из нас Будет платить 130 Там 150 рублей Не знаю Может 90 рублей Может 80 Не знаю У меня вопрос-то другой Почему в прошлом году У нас При том что мы не платили Отдельно за мусор Все было в порядке Относительном порядке А в этом году Такой кошмар Просто И крысы бегают Аня Аня Вот давайте мы все-таки Скажем Такая ситуация не везде Где те дома И почему поменять нельзя Вот я хочу обратиться К гражданам Это массовая ситуация Погодите Это массово Потому что у нас Это разовая история Анечка У нас массово Потому что Большинство жителей Равнодушно относится К месту своего проживания Извините меня Есть хорошие примеры А есть Вот примеры негативные Я же например тоже в некоторые дома Я с вами согласна К депутату жалобы подходят Я говорю Ребята вы соберитесь Соберите например Ну буквально там Четыре тысячи Если это девятиэтажка Двухподъездная Ну это будет Ну там По двадцать рублей По тридцать Дополнительно С квартиры Внесите У вас не будет Проблемы с мусором Но проблема Я согласна Но во первых Никто не приходит И я подозреваю Что управляющим компаниям Видимо Запрещено это делать Вот Нет нет Это не запрещено А почему же тогда Это по уставу По гражданскому кодексу Это все возможно Никто не объявляет Никаких субботников Вот мне например Я могу прийти И сложить весь мусор Который валяется Возле контейнеров В эти самые пустые контейнеры Но я должна быть уверена Что эти контейнеры Вывезут вовремя потом Слушайте а кто Зачем управляющая компания Для того чтобы провести субботи Хорошая идея Соберите активистов И зачем вам управляющая компания Управляющая компания Это не пенерская вожата Я от управляющей компании Владимир Вениаминович Хочу получить гарантию Что после того Как мы с моими Соседями по дому Сложим мусор в контейнеры Который рядом валяется И их увезут Не будет потом Такой же проблемы Что контейнеры переполнены И снова лежит мусор Вокруг контейнеров Потому что раз в неделю Я не готова это делать Раз в месяц могу Во-первых Вокруг контейнеров Даже площадки убирает Сахвуд я знаю Где договор заключен Где платятся деньги Они убирают это И они даже знаете Бывает там И мебель выбрасывают Что вообще не запрещено Но они негласны Это правило Они вывозят это По договоренности С управляющей компанией Управляющей Тут вопрос Платите управляющей компании Соберитесь с главой Управляющей компании Скажите Мы готовы платить Там по 20 рублей Например В прошлом году Мы же не платили Но не было же этого Что случилось-то Я считаю Погодите Я же хорошо знаю Свой округ Давайте По вашему У меня таких домов Где проблема с мусором Она не такая острая Но она существует Везде проблема Я тоже же думал сначала Вот там Конечно хочется найти крайнего Но крайность Это наша неразворотливость Если у меня дома не чисто Слушайте Но это тоже от меня зависит Понимаете То есть мы должны у себя В доме прибираться сами И это не проблема города Она проблема города В общей Что это граждане Она как бы Выходит на политический ракурс Но чаще всего Это экономическая Хозяйственная Ваша внутренняя Не договоренность Вот и все Проявляйте инициативу Да я знаю Что некоторые говорят Да чего Вот у нас Три человека согласны А остальные 15-20 И не соберешь Ребята Ну так тогда Живите так Или дождитесь до того Сумейте организоваться Сумейте договориться Если вы не умеете На своей территории Договориться с своими соседями Ну это ненормально Грош цена Нужно уметь договариваться В общем опять С народом не повезло Я так понимаю Почему с народом Сам народ виноват В том что у него грязно дома Вот я и говорю Не повезло Ну давайте кого винить Может президента Может губернатора Будем винить в том Что у него во дворе непорядок Нет у меня сейчас вопрос По управляющим компаниям Я пока не вижу Что городские власти Имеют какие-то рычаги Воздействия на управляющие компании Потому что объявлять собрание И инициировать сбор Дополнительных денег Должна управляющая компания А не я там И не моя соседка Тетя Маша Слушайте ну управляющая компания Это частный бизнес Давайте говорить об этом Давайте Где муниципальная Ленинская Да я согласен Можно каким-то образом воздействовать А если частный Мы только можем рекомендовать Мало того Я хочу сказать В общем рычагов нет Как я и догадывалась Вы знаете На самом деле Управляющая компания не против Ну я ни одной Управляющей компании не знаю Которая скажет Ну вот ребят Весь вопрос в этой услуге Он скажет дополнительные расходы По 20 рублей Например с квартиры Все Давайте сбросимся Будем вывозить не два раза А четыре Есть другая проблема О чем сталкиваются Вот у меня С некоторыми жителями Те контейнеры Которые стоят На проезжих дорогах На магистральных Туда откровенно Вот приезжают наши Я так называю Бедные в кавычках Те люди Которые живут за городом Да И экономят Вот я сам был Не раз сторонником того Что вот просто бросают И где налажен Нормальный вывоз Восора Они начинают бросать Потому что их Как мне говорят Я людей сам останавливал Говорят Ну чего ты бросаешь Ты же из другого дома А у нас там заполнено Он не хочет решать вопрос там И как раз Вот мусор бросает Рядом к дому Да У тех Которые вывоз нормальный И соответственно У них через какое-то время Тоже коллапс То есть им не хватает Даже четырех раз вывозить Такая проблема есть Я считаю Вот она на федеральном уровне Сегодня принята правильно Например 100 рублей С человека Скажет там 50 рублей Я так образно говорю И с мусором просто проблемы не будет Понимаешь Ты платишь По идее По большому счету При таком раскладе Даже не важно В какой контейнер ты кидаешь То есть ты платишь Стандарт И так далее Ну будет вывозить Такое количество раз И там поменяется Даже условие Когда будет Спецавтохозяйство Например Вот этот график Вырисовывать Мало того Может появится Какая-то конкуренция Если будут деньги Сегодня Понимаете Когда нет денег Нет конкуренции Сах Для него это как Какая-то Знаете У него вот есть Основная Это полигон А все остальное Это как бы Ну общественная работа Слушайте Ну за общественную работу Зарплату нужно платить И покупать двигатели И бензин там И все остальное Зарплату платить А когда появятся деньги Я думаю Что у Саха Появится конкуренция То есть есть за что Вы вывозите за 80 рублей Например куб Да А я готов Там за 70 куб А я может быть За 50 куб Понимаете И тут появляется вопрос Но опять же Это огромные деньги Вот как раз Я являюсь сторонником того Чтобы Это контролировало Муниципальное предприятие Вывозкой мусора Ну может быть Вывозкой мусора Не обязательно Муниципально Но вот Полигон должен Однозначно Контролироваться Муниципалитетом Потому что там Очень много Может быть Вот даже передач Не хватит Какие там могут быть Нарушения И все остальное Это мы имеем ввиду Компанию Куприт Вы про нее сейчас Про оператора регионального Которого Которого мы как раз Вот я был один из инициаторов Чтобы оставить контроль Не продавать ее В частные руки Которого не приватизировали Да И она является региональным оператором Владимир Журавлев В нашей студии Депутат Кировской городской думы Впереди реклама Две минуты И мы вернемся Особое мнение Особое мнение На 101FM Владимир Журавлев Люди Люди Которые Как я понимаю Будут реализовывать Концепцию Концессии ТТ плюс Тоже Объяснять пытаются Какие-то плюсы Вообще Эта история У вас Я так понимаю Какое-то Негативное отношение К вопросу Или нет Нет Ну я понимаю Что проблема ЖКХ Она Очень актуальна В нашем регионе Она в других регионах актуальна И проблема изношенных труб Очень актуальна Но У меня как раз Вопрос Сомнений Я не доверяю Нынешнему оператору ПАО Т плюс И КТК Объясню почему Во-первых Хочу пояснить Нашим слушателям Что например В других регионах Как Татарстан Нижний Новгород Вся вот эта коммунальная служба И трубы По которым Доставляется горячая вода И тепло И генерация тепловой Энергии и горячей воды Она осталась в муниципалитете Да ладно Генерация осталась в муниципалитете Да РАО ЕС И прочие И прочие Компании Они во всех округах Татарстана Стояли за все Все ТЭЦ За муниципалитетом Так Мало того Мы В 2014 году Был спор Я кстати От депутатов Возглавил тогда комиссию По реформированию ЖКХ И по решению вопроса С КТК То есть В 2005 году Администрация города Отдала В аренду В аренду Все трубы Которые принадлежали городу По горячей воде И по отоплению Да Вот И КТК Перед нами отчитывалось И мы тогда Было предложение Кстати дранный Дмитрий Николаевич Это поддержал Тогда глава администрации Да Вернуть То есть сегодня Это 100% КТК Это частная компания Она дочка ТЭЦ ПАО ТПлюс А мы предлагали Как раз Поставить под контроль И у нас был спор Тогда Возглавлял ПАО ТПлюс Ну еще по-другому Называлось Дружков Дмитрий Анатольевич Который сейчас пришел На директор Химкомбината Он кстати Был тоже моим коллегой Депутатом У нас такие были Достаточно споры Ну принципиальные споры Вот В чем мы тогда Эта комиссия вскрыла Вот примерно 72% тех труб Принадлежало городу А 28% Тут надо разбираться Это просто те трубы Похоже Которые Новостройки Передали им Вот такая же схема Как у ККС Это имеется ввиду У холодной воды И у канализации Передали Простите В аренду Или Собственность Или как У нас 72% Мы им отдали в аренду На платной основе КТК И прошло В 2014 году С 5 года 9 лет И мы столкнулись С такой проблемой И нам ее озвучили Вот те 28% Изношенность была 92% А у наших Изношенность Там больше 70% На что я спросил Дмитрия Анатольевича Тружкова Слушайте коллега А почему вы ремонтируете Свои трубы Он говорит Вот его фраза А если бы Ваша частная собственность Вы бы что стали Я говорю погодите Мы вам отдали Он говорит А в договоре Это не прописано Чьи трубы ремонтируют Представляете И поэтому Изношенность наших труб Она Вот Я поэтому не доверяю Частному бизнесу Во многих структурах По крайней мере На сегодняшнем этапе Частную структуру Не везде нужно добавлять В таких странах Как Германия Америка Великобритания Там очень много Давайте не будем сравнивать Для примера У нас существует Ошибочное мнение В стране Что частный бизнес Правит со всем Потому что он эффективный Хотите скажу Вот это еще ошибка Я как специалист в управлении Говорю Это доказанный факт Даже человек Который это доказал Все время Нобелевскую премию получил По управлению В экономике До ста человек Эффективнее Это признано Во всем мире Специалистами А если работающих Свыше ста Это проблемы Общего управления Неважно там Иванов Петров Или муниципалитет Это вопросы управления Менеджмента И так далее Меняйте Что частный бизнес Готов менять этого человека Что муниципалитет Но Из-за того Что социальная вещь важна Нельзя зарабатывать На ЖКХ Это очень чувствительная сфера Для социального А тут у нас Особенно в России Особенно зимой Конечно Конечно Не надо давать зарабатывать Я предлагаю сделать Почему муниципальным Потому что муниципалитет Он может работать в ноль Не получая прибыли А частный бизнес Если он не будет получать Классных Этих самых Прибыли А по КТК Примерно прибыли В год 300 миллионов Все хорошо Где муниципалитет Деньги возьмет на ремонт Нам ведь об этом говорят Зачем нужна концессия А я вам объясню А где частный бизнес возьмет Ну у частного бизнеса Мне кажется Больше механизмов Нет Слушайте Это смешно Большие крупные Ресурсные предприятия Всегда есть у кого занять Давайте мы сломаем Стереть И погодите Частные компании Больше быстрее деньги Банку кому дадут Государству Городу Или частной бизнес Можно не в банке занять Можно у коллег занять Тут как раз В чем концессия Мы собираемся отдать деньги Которые нам дают На 650-летие И потому То что объявили 9 триллионов До 2024 года Вложат в инфраструктуру Вот это те деньги А мы что Сами освоить не можем Мало того Частная компания Она как всегда Отремонтирует свое А еще может быть Украдет Вы в курсе Подождите Насчет украдет Вот давайте Мы такими словами Не будем разбрасывать Слушайте Давайте Вот я вам хочу сказать Давайте мы поговорим Пригласите сюда Членов РСТ Это та Которая занимается Тарифами Региональная служба По тарифам Да Это было при Белых Такая вещь Там все понимали Нам втирали очки То есть сказали Мы отремонтировали Труп на 400 миллионов А два года назад Пошли Вскрыли два участка А никто не отремонтировал Понимаете И у меня есть подозрение Что вот таких участков Эти якобы инвестиционные компании А нам на эти деньги Выкраивали Что ребята В тариф Увеличивайте тариф Они например Там в тарифе Выделено 400 миллионов На перекладку труп А их взяли И не переложили А вывели В качестве прибыли Понимаете Вот такие махинации Они Да я знаю 100% Что они нет Хорошо Я поняла В общем я поняла Вашу позицию Вы не против концессии Но вы считаете Что надо более Тщательно контролировать Это дело А часть денег Передать городу Нет Я как раз предлагал Предлагаю Соломоновое решение Почему губернатор Губернатор за концессию За концессию И Шульгин Потому что они сегодня Не видят Другого варианта А я им подсказываю Другой вариант Я предлагаю И Шульгин об этом говорил Давайте сделаем КТК У нас будет 51% А 49% Останется У ПАО ТПлюс Понимаете В этом предприятии Таким образом Мы через своего директора Через контрольный пакет Можем контролировать Расход денег Подождите Что вы имеете ввиду Давайте сделаем КТК КТК ведь это дочка КТПлюс Разве нет Или вы Какое-то муниципальное предприятие Я предлагаю Организовать новую фирму Где будет 51% У муниципалитета У города А 49% У этого Тем более Мы там в 14-м году Стружковым По этому поводу Поспорили И он за свой счет Отправил В город Рига В город Рига Это европейская столица Сегодня Но там как бы У нас есть знакомые Отправили людей Юристы и экономисты Вот они съездили И приехали И представляете Что они сказали И там говорят Об экономической эффективности И так далее Но когда речь дошел Кому принадлежат трубы То есть вот та система КТК Которая у нас в городе Это город Рига Это Европа Где частный бизнес Вот он пожалуйста Там 49% Этих труб Принадлежит Муниципалитету города Риги 49% Правительству Латвии И только 2% Принадлежит частным структурам И то потому Что европейское заказательство Не позволяет Быть монополистом То есть обязательно нужно Разгосударственнее А как раз 2% Дают того Что ребята У нас тут частный бизнес присутствует Что вот этого Как бы нет коррупционного Понимаете Вот такой специальный закон Если они в Латвии Не приватизировали это Что ж мы такие дураки Что мы бездумно отдаем Мало того Мы туда собираемся По-моему Вложить в ремонт Труп там 2-3 миллиарда Это государственных денег За которые мы должны отвечать Так давайте Муниципалитет Сам под своим контролем Я считаю Что Илья Вячеславович Справится с этим Он ЖКХ понимает Пусть будет контроль У муниципалитета У меня вопрос Весь в том Что опять будут Пилить деньги Понимаете А контролировать Частную контору У муниципалитету Просто контролировать Нельзя Так чтобы деньги Никуда не уходили Нет Погодите Они же все говорят Это частный бизнес Не лезьте Понимаете Так мы морально Только можем Через уголовное дело Так надо еще доказать А так наш директор У нас контрольный пакет Тем более Какая проблема Генерация остается В частных руках Владимир Владимирович Не вы ли в нашей студии Постоянно говорили о том Что мупы неэффективны Погодите Я никогда такого не говорил Да как Вот послушайте меня Мупы я не говорил Они неэффективны В них воруются деньги Открыто Так Ну то есть Вне зависимости от того Государственное Или муниципальное Это предприятие Частные контролировать Не могли Я открою Вот понимаете У нас есть стереотип Что частные Это эффективнее Нет Я хочу сказать Проблема эффективности Управления в России Пока так широко Не обсуждается А на западе Это уже все давно Решено и пройдено Эффективность управления От формы собственности Не зависит Но есть те сферы Вот они Стратегические Это социальные Это ЖКХ Образовательные Давайте школы Почему в частную Собственность не даем Понимаете Вот тут очень много вопросов Мы сейчас ратуем За то что Медицину отдать В частные руки А пример Канада 100% Комиссическая страна Но там Вся медицина Вплоть до стоматологии Она государственна Пример Почему мы Пытаемся решать вопросы Вот в форме собственности Тем более Приватизация Всегда идет Частная компания Она всегда Расчеты На то что Урвать больше прибыли Меньше сделать Больше прибыли А контролировать У муниципалитета По другому У нас не получится Если мы все отдадим В частные руки У нас механизма не будет То контролировать Муниципальные предприятия Все таки будет проще Чем частные А я вам даже скажу По ККС Это холодная вода И канализация В курсе У них Российских коммунальных систем На будущий год В конце июня Заканчивается Срок аренды Наших сетей Да Наших сетей И как раз Илья Вячеславович Шургина администрация И я думаю Что губернатор И мы поддерживаем Забрать обратно Муниципалитет Мало того Создать такой холдинг В который Капитализировать Это для того Что можно Возможно Выходить и на рынки Заимствования Финансовые Гор электросеть Там Может быть Гор Кировсвет ККС Ну это будет Не ККС Называться И так далее Объединить Слушайте Давайте туда Отдадим и КТК И капитализация Будет И мало того Что значит Отдадим Отдадим Потому что Сформируем Создадим Может быть Что значит Отдадим Создадим Я имею ввиду Туда вставим Что это за революция С 17-го года Отдадим Погодите Какие революции 17-го Наше право Трубы Муниципалитету Городу принадлежат Трубы принадлежат Муниципалитету Города Владимир Журавлев Депутат Городской думы Говорит в нашем эфире И программа Особое мнение На этом завершается Мы прощаемся С нашими слушателями Яна Лапшина И мой гость До свидания До свидания Особое мнение На 101FM